Не знаю почему, вот какое-то недоверие к вакцинации. Пропаганда, может быть, действует. Я никакие не делала прививки. Ни печени, ни при гриппе. Кто его знает, как оно пойдет? Есть сомнения того, что еще не до конца она доработана. Мало ли последствия какие-то будут. Есть вообще варианты второй раз заболеть? Вот для тех, кто переболел. Или все-таки там остаются какие-то клетки, которые запоминают? Да не хочу я ее делать, и все. Просто-напросто. Я не верю в это. Жители Щелково все еще сомневаются в эффективности вакцинации. Недоверие подогревают слухи из интернета о якобы побочных эффектах, а также научно неподтвержденные домыслы ковид-диссидентов. Сегодня врач-терапевт Татьяна Колосова разоблачит главные мифы о прививке от коронавируса. 30 лет работала врачом-терапевтом во Фрязинской больнице имени Гольца. Последние 10 лет Татьяна Петровна руководит Центром здоровья Щелковской областной больницы. Для начала давайте разберемся, как самая распространенная вакцина «Спутник Ви» действует при попадании в наш организм. Взяли два известных штамма аденовируса. Это вирусы, которые живут в человеческом организме, давно вызывают ОРЗ. Убрали у них элемент размножения и на это место вставили элемент проникновения от коронавируса. Почему два? Разные штаммы для того, чтобы создать более широко направленный иммунитет. Эта клетка аденовируса размножаться не может, но она может дать сигнал организму о том, что появился враг. Когда начинает работать иммунитет, иммунитет включает все свои механизмы, в том числе механизмы выработки антител, которые начинают блокировать все известные ему теперь уже белки врага. И проникнуть он уже не может, поскольку он потерял механизм разрушения клеточной стенки. Аденовирусы уже с 90-х годов прошлого века используют для создания векторных вакцин. Таким относится и спутник ВИИ. Безопасность технологии подтверждена многочисленными исследованиями. Но, видимо, по незнанию граждане начинают доверять мифам о ложной информации о прививке. Так некоторые молодые люди, особенно те, кто планирует создание семьи, обеспокоены слухами, что вакцина может повлиять на репродуктивную функцию. Прививка на репродуктивную функцию не влияет вообще никак. Она с этим никак не связана. А вот ковид, перенесенный, как раз влияет. И он может вызвать последствия в виде нарушения кровоснабжения репродуктивных органов. И поэтому важнее привиться и жить спокойно. Находятся среди граждан и те, кто принимает вакцину за плацебо. А в подтверждении своих доводов приводят результаты тест-систем. Почему зачастую люди, сделав прививку, идут в поликлинику и видят, что антитела отрицательны? Дело в том, что тесты, тестовые системы на антитела, которые возникают после болезни, и тестовые системы, которые находят антитела, которые появляются после прививки, это разные тест-системы. И каждая из них вылавливает свой вид антител. Ну, если одолевает любопытство, можно, конечно, через месяц примерно после второй инъекции пойти в любую, собственно, лабораторию. Там много у нас их всевозможных, да. Но предупредить лаборанта о том, что я хочу посмотреть антитела, которые возникают после прививки. Немало людей приняли позицию фаталистов. Мол, зачем делать прививку? Все и так переболеют. Почему все равно переболеем? Даже гриппом болеют не все. И, как правило, люди, которые делают прививки от банального гриппа, каждый год или через год они, в общем-то, гриппом не болеют. Либо болеют в легкой форме. В этом, собственно, и суть вакцинации. Даже если человек после вакцинации, через полгода, через какой-то срок заболевает, мы сейчас уже уверены, что у него не будет в тяжелой форме. Еще недавно у специалистов не было однозначного мнения, нужна ли вакцина переболевшим ковид или нет. Исследования показали, что нужна. Антитела у перенесших коронавирус сохраняются непродолжительное время. Во-первых, антитела после заболевания держатся меньше года. Если у человека есть антитела в небольшом количестве, ну, 40, то стоит сделать прививку. Это уже тот уровень, при котором надежная защита не обеспечивается. Когда еще стоит сделать прививку? Обязательно надо сделать прививку, если вы собираетесь ехать за границу. Заранее. Почему? 42 дня формируется устойчивый иммунитет. Вот. И ехать спокойно. Чем? Рисковать. Даже при наличии антител. Антитела, как таковые, не являются препятствием для проведения прививки. И вот эти, опять же, интернетовские липы, мифы, которые рассказывают про то, что одни антитела съедят другие антитела, и что-то там произойдет, это абсолютно не соответствует действительности. Другой миф раскручивается вокруг людей, уже получивших вакцину. Не разобравшись в механизме действия прививки, некоторые начинают думать, что человек, получивший вакцину, может заразить другого коронавирусом. Вакцина, она не содержит и спутник, и пивак короны не содержит цельного коронавируса. Она содержит фрагменты белковые, которые являются антигенами. Так чем там можно заразиться, если там коронавируса нету? Ну, чумаковская вакцина, так называемая, да, вот, ковивак. А да, она сделана из цельного коронавируса. Она скоро появится и будет, в общем-то, применяться, конечно. Но коронавирус там, он не ослабленный, он убитый. И никого заразить после прививки нельзя. Как, собственно говоря, и после перенесенного заболевания, через определенное время появляется высокий уровень антитела. Как быть аллергиком? Им нужно прививаться? Да, это важно. А скоро зацветет береза и, конечно, появится большое количество полинозов. Ну, это насморк, красные глаза, слезы и так далее. И, конечно, надо бы успеть сделать прививку пораньше. Сама по себе прививка не провоцирует аллергии. Если у человека нет обострения хронического заболевания, вот, ему надо поспешить. Если это время будет пропущено, значит, тогда придется планировать себе июль, август. Ну, опять же говорю, это два, три, четыре месяца лишнего риска. А теперь о самом невероятном. Существуют сторонники теории заговора, которые считают вакцинацию экспериментом по чипированию людей. Но как выглядит этот самый микрочип, никто не знает. Не первый раз создается векторная вакцина, и не в первый раз создается белковая вакцина. Это такая, как эпивак-корона. И, естественно, и ковивак, вакцина, которая создана по классической технологии из цельного вируса, никакого чипа туда никто не вставлял. Да и, в общем-то, это как раз вот вариант липы, которая бродит по интернету. Не верьте всему, что пишут в интернете. Пользуйтесь проверенными источниками, прислушивайтесь к авторитетным специалистам. Ведь здоровье не купишь, здоровье можно только расплатиться. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.